Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан, и сегодня у нас Тиан Гарсия. Я думаю, он не нуждается в представлении. Единственное «но» — вариант песни будет акапелла, то есть без музыки, из-за авторских прахов. По-другому, увы, никак. Всем приятного просмотра! Привет, мой друг! Меня зовут Тиан Гарсия. Я преподаватель по вокалу и продюсер. И сегодня я сделал реакцию на выступление Димаша с песней «Странник». Этот отрывок я записываю уже после моей реакции, которую вы сейчас увидите. Я даже не знаю, что вам еще сказать. Это было абсолютно ошеломляющее зрелище. Он сразил всех своим талантом и демонстрацией виртуозного вокала, который является исключением. И я благодарен Богу за то, что Игорь Крутой выдал свой максимум. И кажется, наконец-то появляются песни, которые хоть как-то соответствуют вокальному уровню этого певца. Я не хочу сказать, что другие его песни простичковые. Одно только СС, чего стоит. И это всегда впечатляет, как Димашу удается поднять вроде бы знакомые песни на новую высоту. Но сейчас он работает с этим композитором. И это так захватывающе видеть, как эти песни делаются специально под Димаша. И ведь на самом деле нужно использовать все возможности этого человека. Все, что он способен подарить нам своим виртуозным голосом. Очаровательно. Прелестно. Класс. Мне нужно сделать паузу. Спасибо, Игорь Крутой. Спасибо, дорогой. За такую красивую, изощренную композицию. Уже понятно, что эта песня будет невероятной. Я уже слышу здесь элементы из кельтской музыки. Также эта музыка типичная для других регионов. Но сама композиция. Эта композиция звучит в минорном ключе. Но там есть изменение тона. Такое происходит с минорным звучанием, так как она склонна быть немного меланхоличным. Обычно это очень грустное звучание. И изменение тона, которое он сделал, немного сглаживает этот момент. Но в этом также есть какая-то таинственность. И вместо вот этого... Мы получаем минорное звучание, придающее этому вот такой вот звук. Что полностью меняет атмосферу всей этой композиции. И это совсем не просто сочинять вот такой тип песен. Например, ярмарка в Скарборо, которую написал Пол Саймон для Сары Брайтман. Я очень люблю композиции такого рода. И мы слышим это, и также смотрим на Димаша. И мы уже знаем, что этого певца просто ничем уже не напугаешь. Сейчас я уже отношусь к нему не только как к певцу, но также как к артисту. Плюс у него есть такой композитор, как Игорь Крутой, который пишет песни специально для него. И мне все это дорого не потому, что это только Димаш, а потому что вокруг него и вокруг его голоса образована целая художественная вселенная. И я знаю, что Игорь просто балдеет от него и создает новые диапазоны звуков. Я и сам балдею от этого начала. Просто кайфую. Я будто околдованный. Мне нужно послушать это еще раз. Я как маленький ребенок, который попал в магазин сладостей. Я настолько зачарован, потому что похоже на то, что это будет нечто невероятное. Субтитры сделал DimaTorzok Я только что перестал верить своим собственным ушам. Я уже подумал, что это Игорь запел. Я уже вообще не пойму, жив ли я еще. Или же я умер и отправился в рай для музыкантов. Это было так низко. Он будто пел из самой бездны. А ведь ничего даже не предвещало этого. Все прекрасные вещи в нашей жизни происходят в самый внезапный момент. И в первую очередь это музыкальная тема, от которой и так счастье были полные штаны. А ну-ка заново. Знаете, что это? Это то, что называется интервалом дьявола. Он так называется, потому что это отношение звуков на расстоянии шести полутонов. Что по сути имеет этот зловещий оттенок. В музыкальном плане это вполне приемлемая музыкальная неожиданность. Игорь, сама невозмутимость. Этот гладкоголовый мужчина действительно верит в происходящее. Димаш же опустился вниз так глубоко. Как говорится, я думал это дно, но снизу постучали. И при этом это был настолько плотный звук. Извините за то, что прерываю. Но то, что он делает, это высочайшее искусство. Это же был бас. Это не был баритон. Это же самая низкая тональность. Я не верю. Не верю я. Я допускаю, что можно быть баритоном, тенором, контр-альто и сопрано. А он еще и басом может петь. Ну вот чё ты будешь с ним делать? Ну ёпара балет. Ну вот что он творит. Когда я думаю, что знаю о нем все, он берет и открывает передо мной что-то новое. Ну и не будем забывать про композицию от Игоря. Это же такой превосходный момент для баса. Я не говорю, что эта музыка самая сложная из того, что пел Димаш. С песни SOS моя жизнь тоже разделилась на до и после. Но как же прекрасно здесь Димаш поет саму музыку, подстраиваясь под тип музыкального инструмента, который звучит. Все эти элементы, которые мы здесь наблюдаем, разработаны под этот ритм и под такого певца, как Димаш. Вот я вижу, слышу это, но все равно не могу поверить. Помогите. Вижу и слышу, но не могу поверить. Это все происходит так неожиданно. Это все равно, что увидеть привидение, которое пронеслось мимо тебя. Ты не можешь понять, было ли это на самом деле. И ты начинаешь смотреть во все стороны. Ведь ты видел это. Вот примерно такое у меня чувство. В этом интервале, в котором он поет, кто-то называет это Йодль. Но я думаю, это совсем другой технический прием. Он же только что пел, как колоратурное сопрано. И даже немного в свистковом регистре. И вот так, в долю секунды, он возвращается обратно вниз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такая текстура в его голосе. В этом низком баритоне такая несомненная уверенность. Этот резонанс. Будто мы слушаем виолончель на низких нотах. А ведь только что это была самая высокая скрипка. И добьем это крайне низким контрабасом. Мы еще никогда такого не слышали. Извините, но это на самом деле нечто необыкновенное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Димаша объектом всемирного наследия человечества. Так он же еще и замечательный человек. Раньше я просто думал, что он великий певец. Это было, когда я делал свою первую реакцию на Димаша с песней «Адажио». Хотя мне кажется, с всемирным наследием человечества я чуток переборщил. Он наследие всей нашей солнечной системы. Потому что он не человек. Видел ли свет певцов, подобных ему в прошлом? Но я точно знаю, что он – это мировое наследие. Наследие всего музыкального мира. И я не хочу привыкнуть к Димашу. Потому что, как музыкант, как человек с музыкальным образованием, я понимаю, что вот это ненормально. И Игорь знает об этом. Поэтому маэстро и вернулся с пенсии. А ведь для этого нужна... Ой-ой-ой, какая причина! А причина в том, что Димаш – это вокальный феномен. И я вижу в последних песнях Димаша, на которые я делаю реакцию, что мы живем в особенную эпоху в истории музыки, как и те, кто жил во времена Моцарта, Бетховена и Шопена. Возможно, они и сами не предполагали, что их музыка переступит целые столетия. Я думаю, я осмелюсь сказать, что мы живем в такую эпоху в истории музыки, когда мы говорим именно о самих певцах. Я просто обожаю Лучано Поворотти, Фредди Меркьюди и других певцов из разных жанров. Но этот человек – это что-то другое. Это кардинально что-то другое. То, что он делает здесь своим голосом. Как мы можем вставить это в какие-то рамки? Как мы вообще можем его классифицировать на данном этапе нашего развития? Что говорить, если каждый раз на всех своих реакциях я в конце концов остаюсь с открытым от изумления ртом? Нет смысла фокусироваться в разборе его вокала, потому что нам нечего сказать. Это просто Димаш. Я смотрю реакции. Да и мои многие реакции. В основном они эмоциональны. Если разбирать песню, то нужно слушать ее минимум 10-15 раз. Но реакция – это первые впечатления. Это то, что ты чувствуешь прямо сейчас. Поэтому здесь только эмоции. Можно попробовать классифицировать и определить вещи, которые он делает. Но это будет очень сложно, потому что он делает вещи, которые никто до него не делал. Это беспрецедентно. В этом и есть весь Димаш. Всем спасибо за внимание. Я опубликую в нашем Телеграме полную версию с музыкой, как положено. Подписываемся. Ссылка будет в описании. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok